Строительство нового корпуса Соловьевской больницы началось в 2009 году. Так называемую коробку возвели довольно быстро. Больше всего времени потребовалось на внутреннюю отделку и техническое оснащение лечебного учреждения. Сегодня оно уже частично функционирует. В палатах появились первые пациенты. Работает приемный покой, так как старый и три корпуса Соловьевской больницы закрыты на капитальный ремонт. Кареты скорой помощи иногда подъезжают к таким привычным дверям приемного покоя в пятом корпусе. Объявление доходчиво объясняет, пациентов теперь здесь не принимают. Больных ждут в новом корпусе Соловьевской больницы. Приемный покой сейчас не полностью развернут, потому что идет реконструкция старого приемного покоя. Куда как бы, когда он будет отремонтирован, будут подъезжать машины и прием больных будет осуществляться там. Тогда мы будем работать уже в полном объеме. Там и будет регентный кабинет, там будет и компьютер. Тем не менее, сейчас новое приемное отделение работает в обычном режиме. То есть каждый, обратившийся за помощью, ее получает. Экскурсия по корпусу впечатляет. Как говорит главный врач Соловьевки Александр Дегтярев, новострой достойный пример больницы 21 века. Комфортные палаты, удобные ординаторские, современные операционные залы. Не везде пока есть электричество, но это дело нескольких дней. Четвертый этаж полностью отдан хирургии. Оборудование есть, осталось установить. Отсутствие окон и ламинарные потоки в операционных – требование руководства больницы. Здесь будет постоянный наддув воздуха стерильного, который поступает вот через эти каналы. Стерильный воздух. На пятом этаже вы увидите мощную очистительную станцию. Ну, вроде такого кондиционера, который подает сюда стерильный воздух. Здесь постоянно избыточное давление. Поэтому сюда грязь с улицы засасываться не может просто. Жительницы Рыбинска Людмила Веселова и Лидия Войцехович в Соловьевку попали впервые. Что такое палата на 20-30 человек в этой больнице, им неизвестно. Курс лечения женщины проходят в новом корпусе. Описать временное место пребывания эпитетов не хватает. Конечно, конечно, вы что. Вот, все отдельно, туалет. Ну, в общем, все прекрасно. Я довольна. Очень за слово, от души говорю. Поскорее выздоравливайте. Спасибо большое. Это сказка. Это просто сказка. Я с ГЭСа, так мы живем в поселке ГЭС в Рыбинске, и там вот больница. Вот это совершенно другое. А здесь это действительно вообще-то храм здравоохранения, видимо. Можно назвать его и так. Замечательно просто. Открытию долгожданного корпуса способствовал и масштабный ремонт в Соловьевской больнице. В прошлом году ее руководство активно готовило документацию и составляло проекты, которые прошли госэкспертизу, в этом осваивают деньги, выделенные на капремонт – 224 миллиона федеральных рублей. Для пациентов проблемы, конечно, существуют, но до конца апреля придется потерпеть. Другого выхода нет. Скученность больных достаточно большая. Мы вынуждены были закрыть пять отделений, а больных, дабы не уменьшать коечную мощность больницы и выполнять государственное задание, больных соспределили по другим отделениям. Основные федеральные деньги пойдут на реконструкцию самого старого корпуса, первого, построенного еще в позапрошлом веке. Работы планируют начать в мае. В будущем, если позволят средства, займутся фасадами всех корпусов Соловьевской больницы. Сейчас в ее стационарах находится 600 человек. В неделю врачи делают 200 операций. В год медучреждение вместе с травмпунктом принимает 45 тысяч привычных больных. И такой масштабный ремонт в Соловьевке затеяли впервые. В новой обстановке руководство больницы устанавливает и новые правила, кстати, законные. Для таких злостных курильщиков мы оставим одну курилку в шестом корпусе, отделанную только камнем, чтобы с точки зрения пожарной безопасности и с мощной вытяжкой. Так сделано во многих лечебных учреждениях Российской Федерации. Других мест для курения у больных не будет. Кто будет нарушать, будет выписываться домой. Илья Барабанов, Владимир Чернов, Городской телеканал.